На санскрите баклажан называется bridal, то есть в основном eggplant на английском. Это тот овощ, который практически в каждом штате в Индии продается, и у нас они практически по всей России. Баклажаны, как бы их можно найти практически во всех странах мира в наше время. Китак, он вяжущий, острый, горький, это как бы его основные вкусы. Он согревает, причем независимо от того, вы приготовили его, или он в сыром виде, он всегда является согревающим. Он легкий и сухой, поэтому увеличивает вату, особенно если есть его регулярно, увеличивает питу и понижает капху. С другой стороны, баклажаны используются с различными травами в аюрведе, так как они могут, в первую очередь, поддерживать состояние, чтобы в организме проходили правильные обмены веществ. Потому что он содержит антиоксиданты, и один из антиоксидантов, если посмотреть даже по современным исследованиям, называется хлорогеновая кислота. Это тот оксидант, который найден даже в кофе. То есть он как бы есть в кофе, и вот как раз в баклажане. Баклажаны, они при правильном приготовлении, они могут поддерживать здоровый уровень сахара в крови, поэтому их можно употреблять диабетикам, некоторым, опять-таки, диабетикам. Они влияют на организм таким образом, что уменьшают клеточное окисление, вызванное высоким уровнем сахара в крови. Поэтому не обжаренное, а именно приготовленное на пару, или тушеное, или даже вареное, баклажан может быть использован диабетиками. Особенно качество баклажана, именно очищающего кровь, очищающие клеточное окисление, уменьшающие, можно добавлять с баклажаном кинзу, кориандр, добавлять куркуму, и тогда, скажем так, его качество станет еще лучше. И у некоторых людей влияет баклажан на обмен веществ, поэтому, если всегда есть куркума, то хорошо. В смеси с куркумой баклажан очень хорошо влияет на давление крови. Соответственно, когда у человека, допустим, повышен уровень сахара, то очень часто повышается кровяное давление. Как раз таким людям можно давать, потому что за счет активности различных ферментов он влияет таким образом. И для людей ПИТО-конституции в Айрведе не рекомендуется баклажаны принимать постоянно, потому что они, соответственно, увеличивают ПИТО, относятся к разряду посленных. Но, тем не менее, нет таких четких противопоказаний. Также, и то, что говорится в Айрведе, и современные исследования показывают, что баклажан, если он в таком не очень сильно обработанном состоянии, он помогает улучать церковь мозга, защищает клетки мозга от повреждения свободными радикалами. Ну, и, соответственно, за счет своих оксидантов, за счет хлорогеновой кислоты. И он также поддерживает здоровый мозг и когнитивные функции мозга. Поэтому, в принципе, периодически употреблять его хорошо. Сам по себе баклажан, если он правильно усваивается, то он очень хорошо, ну, в первую очередь, выводит этот вредный холестерин. Он повышает уровень гемоглобина в крови, и поэтому во время беременности, особенно если женщина, если у нее нет дисбаланса питодоши, то хорошо использовать беременным. И хорошо использовать различным бледным людям, когда вы понимаете, что такая легкая анемия у человека, недостаток каких-то микроэлементов, витаминов. То баклажаны можно использовать. Баклажаны можно хорошо использовать при проблемах водно-солевого обмена, когда подагра, но это надо обязательно использовать с различными препаратами. И, в принципе, он улучшает состояние почек, мочеполовой системы. И очень часто у людей, у которых есть проблемы с вялостью кишечника, он как раз помогает за счет той клетчатки, которая у него содержится. Но помните, что баклажан очень хорошо с куркумой, тогда будет балансироваться пито. И, конечно же, когда вы тушите, баклажан очень хорошо использует ги и какие-то растительные масла, тогда вата не будет сильно повышаться. Но, тем не менее, в основном даже в приготовленном виде он влияет на повышение питы, ваты. Баклажан можно готовить с кожурой. Опять-таки, если говорить про рецепты, то многие делают, допустим, икру баклажановую. То есть, без кожурой это тоже нормально, но вот об этих качествах речь идет, когда баклажан подразумевается с кожурой.